Всем тихой ночи. Голосование в комментариях показывает, что пришло время имперского японского экспертного агентства по аномальным вопросам, последней связанной организацией английского филиала SCP, о которой еще не говорилось на этом канале. В 1888 году один из японских генералов заявил, что страна должна отбросить примитивность и начать использовать паранормальные явления в своих интересах, для чего и было основано экспертное агентство, и оно действительно отбросило бытовавшее ранее представление обо всем аномальном, как о магии и мистике, и начало применять научный подход. Первым шагом стал сбор упоминаний обо всех выходящих за грань реального событий. Агенты собрали все подобные записи в старинных библиотеках, монастырях и частных коллекциях. Агентство, как следует из названия, занималось этим в основном в Японии, но сбор подобных сведений затем был продолжен в Корее и Тайване. Попутно это агентство объединялось с различными тайными обществами, мистического и националистического толка, сначала с обществом Черного океана, затем с обществом Черного дракона. Оба эти общества, кстати, не из канона SCP, они из реальной жизни. Такие действительно существовали. Вся эта интересная кампания развивалась и разрасталась, и к 30-м годам стала главной и основной организацией в Японии, имеющей дело с аномальным, и уже тогда была замечена фондом SCP. Одним из первых объектов фонда, после обнаружения которого стало известно об агентстве, стало SCP-2478. Этот объект — это люди, кажущиеся всем японцам, обычными представителями нашего вида. Однако по какой-то причине их меметическая маскировка не работает на представителей других народов, и те видят, что это монстры с 14 ногами, 14 руками и 7 головами. Эти существа когда-то были обычными людьми, но в какой-то момент начали изучать саркицизм. Да, и тут он оказался замешан, и в итоге изменили свои тела таким вот образом. Агентство, состоящее целиком из японцев, даже не знало об их внешнем виде, и считало их аномально особенностью то, что вроде бы обычный человек с двумя руками каким-то образом мог использовать в бою 14 предметов. А благодаря такому свойству, агентство добилось того, чтобы существа были отправлены служить в имперскую армию. Появление таких вот монстров на поле боя было угрозой глобальной секретности, чего фонд не мог проигнорировать. Фонд SCP пытался поставить на содержание этих существ еще в начале 30-х годов 20-го века, но эти попытки встречали сопротивление японских властей, не желавших терять отличных бойцов, ведь они справлялись в одиночку с большими отрядами противника. Впрочем, после поражения Японии во Второй мировой войне, агентство было распущено, а большая часть его документов, материалов и сотрудников оказалась в фонде SCP. Из документов, полученных из агентства, фонд, например, узнал, что по территории Японии бродят существа, огромные фантомные скелеты, пропадающие при ярком свете и поедающие людей, заблудившихся во тьме. Они, кстати, взяты из реальной японской мифологии, а на этом канале время от времени выходят ролики про мифологию, которая послужила основой объектом, объект SCP-2863. Именно так фонд обозначил такое явление с этими скелетами. Про мифологию этого объекта тоже когда-нибудь будет ролик. Вообще, значительная часть явлений, с которыми имеет дело агентство, это те или иные существа из мифов Японии. Огромные крабы, призраки различных персонажей японской истории, или вот камни с живущими с ними злыми духами. Все это область исследований императорского агентства. Впрочем, для вселенной SCP это не то чтобы ново, ведь даже автор оригинальной статуи, SCP-173, вдохновился японскими духами Ками. Конечно же, агентство не просто так собирало японский фольклор. Оно активно пыталось превратить древние легенды в оружие. Иногда эти попытки приводили к неудачам. Вот те же гигантские скелеты отказывались подчиняться сотрудникам агентства. Но временами получалось и что-то вполне рабочее. В SCP-2954 показаны установки, похожие на антенны, неизвестным образом стреляющие дуговыми разрядами. Для исследований разработок в 1936 году организация возвела лабораторию для создания аномального оружия. И в это место было свезено несколько представителей аномальной живности, один из которых знаком фонду в качестве SCP-2059. SCP-2059 это огромная масса плоти, состоящая из множества сросшихся вместе животных, пытающихся ассимилировать в себя любое живое существо, попадающиеся ему на его сенсорные органы. SCP-2059 изначально был человеком, который постиг тайны манипуляции с плотью, и в честь этого решил стать огромной живой массой, включающей в себя самые разные организмы. Парень занимался саркицизмом до того, как это стало модным. В общем, японское агентство решило, что из взаимодействия с такой замечательной штукой точно выйдет толк, и в результате получился SCP-3786. Эта тварь выглядит как аморфная масса различных конечностей и органов, но на деле является опасным монстром. Массой плоти, способной к быстрому перемещению и к адаптации к любым средам. Существо крайне агрессивно, хитро и близко к тому, чтобы считаться разумным. Бой с ним для МОК-фонда оказался крайне непростым делом. Оно умело пряталось и устраивало засады, но в итоге все же заняло свое место на содержании фонда SCP. Изучение стены плоти привело ученых агентства к прорыву, и оно научилось значительно улучшать обычных людей, делая их не стареющими, запредельно сильными и умными. Несколько таких выживших подопытных фонда удалось найти и задержать. Дальнейшее изучение документов позволило фонда обнаружить несколько заброшенных учреждений агентства. Одно из них, хоть и было заброшено людьми, но не было необитаемым. В нем в заточении находились различные существа. Громовые камни, голодные призраки, духи китсуны, в общем всякие мистические существа, упомянутые в японских мифах. Теперь весь этот комплекс это объект SCP-5177. Фонд SCP продолжил разбирать документы этой организации и дошел до целой пачки отчетов и донесений, относящихся к походу людей агентства, к деревне, населенной разумными макаками, выращивающими особый фрукт, поедание которого может либо наделить, либо напротив лишить людей аномальных свойств. Все эти документы теперь хранятся как SCP-4522. Это действительно подробные детальные отчеты в своем особом формате, так что связанная организация постепенно развивается. Кстати, об этом особом формате. Как у любой достаточно крупной связанной организации, у агентства есть свой собственный способ каталогизировать и описывать находки, не вписывающиеся в нормальный мир. Посмотрев на этот формат, я понял, что в ближайшее время выйдет несколько видео о традиционных монстрах из японских мифов, которые есть в SCP. А суть в том, что имперское агентство берет какую-то традиционную японскую историю и придумывает ей чаще всего военное применение. Каждый такой документ оформлен в виде проекта, где вначале говорится, о каком мифе идет речь. Затем обозначаются цели этого проекта. Например, создать из традиционных японских сказок «Дзюгему» — миметическое оружие, способное посеять хаос в рядах противника. Дальше по тексту идет сам способ реализации плана и список всего необходимого для него. В самом конце можно прочесть результаты реализации плана. Вот со сказками ничего особенного не получилось. После разгрома милитаристской Японии в 1945 году агентство было разогнано, а его сотрудники впоследствии обнаружились во всех других организациях мира SCP. Однако не все агенты экспертного агентства были особенно этому рады, и некоторые из них создали новую организацию, названную «Скрытый Сёгун», центром которой стали старые японские милитаристы, знакомые с миром аномального и их последователи. «Скрытый Сёгун», впрочем, не получил какой-то особенной популярности у авторов SCP и встречается буквально всего один раз. В том рассказе из канона Лол-фонда, где доктор Клеф из SCP устроил представителям различных злодейских организаций допрос, чтобы узнать, кто из них больше подходит на роль главного злодея. Таково имперское японское экспертное агентство по аномальным вопросам. И как обычно, пишите в комментариях, что из мира SCP мы ещё не обсуждали, за что будет больше комментариев, о том и поговорим в следующем подобном видео. Всем пока!